Возле лепешки греются, 7 сентября. Готовятся лепешки. Иначе, почему вы в интернете не любите некие аватары, когда люди подменяют свою фотографию? А почему мы должны любить их? Для ответа. На каком основании? Вот сейчас человек в комнату уходит, башлык на голове надетый, рукава завязаны спереди или сзади, как в сумасшедшем доме. Я его должен любить. Кто такой? Ни документов, ничего нету. Кто он такой? Я вдруг должен пускать. У меня на это заготовка есть. Я объясняю, почему. Вот это, когда анонимно посылали, прякали, погибли сотни тысяч людей, если не миллионы. Никого нет. А звонок поступил, все кончилось. То есть человека забирали, и он исчезал. И поэтому, когда началась перестройка, рухнул коммунистический, безбожий, сатанинский режим проклятого Ленина. Тогда, я даже не знаю, думаю она называлась или нет, Верховный Совет еще был. Было принято решение, анонимные сообщения не разбирать, какие бы они ни были. Не обращать внимания, бросать в корзину. Но тут появился интернет, и теперь море, буквально море. Даже он мне не нужен, подписчик у меня на канале. 7500, я их не знаю. 7600, кажется, подписчиков у меня на видеоканале. И вот разные там зверюшки какие-то, цифры. Ну, редко и мало. Особенно в этом, на ютубе много их свирепствует. В моем мире принимаю, если он, ну, нормально глядит, не в темных очках. Ну, нормально, как на паспорте. Данные свои. Вчера звонит, она одна уже заходит, который раз. Вот раз, три года. Три года ей. Какая-то девчонка руки сложила, волосы распышены. Чего я должна отвечать? Я ей заготовку скинул. Поставьте свою, запишите свою анкету. Никаких ников, автоаватаров. Глупости это все. Все это от лукавого. У человека есть своя личность. А это все-таки подготовка к знаку 666. Это у Гитлера было, номер такой-то у Сталина в лагерях. Под номерами люди были. Номер. И на этом все. А зачем фамилии? Номер. Вот они лежат под номерами, помидоры, лежат яблоки. Все одинаково у всех. От клен, от клен. Поэтому я выговариваю крепко. То фотографию храма, то машину какую-то. Я не с машиной знакомлюсь. Вы ко мне друзья проситесь. Кого я принимаю? Вот один я не знал это. И тут же заменяет. И биографию у него другой. Я боюсь, у меня есть такая причина. Ну какая причина? Ну я вот освободился. Я уверовал. Я теперь знаю Христа. Христос меня любит. Ну ради семьи я скрываю. Ну врет на пополую. Ты не знаешь какому слову верить. А зачем он мне нужен-то? Маленько проходит день. Заходит. Я уверовал то другое. Я ему показываю. Ты в секту попал. Сдури. Как он поднялся тогда. Я говорю. Ну где-то церковь-то. Как она называется-то? Скрывает. Как. Деноминация. Деноминация. С буквы переставить. Демонизация. Конфессия. Понимаете. Слова-то все такие. Нарочные шли. Их нету слов. Подойди к любому словарю. Ожегову и прочее. Еще нигде нету. Под этими словами скрыта ересь. Еретиков. Церковь одна. А еретиков. Тысячи. Десятки тысяч. И. Где ты их запомнишь-то? Конфессия. Мы разных деноминаций. Бог на это не смотрит. То есть. Бог не смотрит еретик ты или не еретик. Да Бог смотрит. Дела плоти известны. С делами плотскими никто не войдет. Прелюбодеяние. Ереси. Еретики это. Самые негодные люди. Они отрывают людей от церкви. Как до пана Вероной Кореи. Книга чисел. Четвертого Моисеева. Шестнадцатая глава. Поэтому на все эти придумки. Что в интернете. И просят. Я отвечаю одинаково. Поставьте свою фотографию. И не в профиль. А в анфас. И чтобы было видно глаза. Я как-то посмотрел. Я Вите говорил об этом. Была фотография. Ему не нравилось. Он ее поставил. И зубы показывает. Вот посмотри. Я говорю. Двадцать человек. У двоих зубы. Тебе еще так весело. Счастливая жизнь твоя. Зубы то зачем по-американски показываешь. У нас губы плотно сжатые. Потому что мы ждем подвох от соседа. От брата. От сестры. От правительства. От всех. Нам нечего рот разевать то. Да еще бывает хохочет кто-то. Праведник едва кротко улыбнется. А нечестивый смехи обнажает зубы. Что тебе не понятно то. Так и не убрал. Такой вид развеселый. Но он брат родной. Я ему выговариваю. Но он не заменил. А другой сразу же заменил. Все сделал. И совсем не так. Бывает не умеет. С кем то поговорить надо. Вот к нам едет. Еще под ногами валяется. Как же так. Ну положу как следует. Игнатов Сергей. Вчера говорит. Это с Украины. Я уже в Кулунде. И пишет не мне где-то в этих. В занятиях. Я не понимаю почему не нам. И как он едет. На поезде или как. Где останавливается. И нигде еще нет. Ни звонков. И еще нет. Понятно. Настолько непонятно. Если он в Кулунде вчера был. А то от Кулунды то рукой подать. Он же должен быть здесь. Я даже подумал. Может ночью к вам приехал. Нету. Я ничего не ищу. Не прошу. Просто. Пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я захожу где. Я всегда сразу показываю документ. Да ладно. Не надо. Не надо. В библиотеку. Представь. 600 раз я показал паспорт. В 600 местах. Где мы были. Да не надо. Мы верим. Вам зачем нет. Не надо. Это. Я с улицы пришел. Вы меня знать не знаете. Вы при должности. Вы на месте. Библиотекарь. Тут я вас еще буду спрашивать. Чужого тут не будет. А я для вас. Как снег на голову. Поэтому. Паспорт они тогда берут. Снимают. Ксерокопии. Ксерокопии сейчас везде снимают с паспорта. Деньги получаешь. Валюту обмениваешь. Раньше то. Ну как то было. А теперь она раз. Паспорт сняла. И все. Без паспорта никуда. Чтоб всегда с собой был. Куда бы ни пошел. Ну в деревню тут я его выложил. Вот почему. И не люблю. Потому что вижу в этом лукавство. Еще вчера. Мне позвонили. Я не знаю. Что это. Павел Васильевич Лозовой. Он уже давно работает. На Алтайском ГТРК. И говорит. Россия 24. Это я не знаю что это. ТВ 24. Это одно и то же или нет? Ну да. Там будет что то где то. И я у вас брал интервью. Когда то. Давненько уже. И там будут отрывки из вашего интервью. Я вчера. Возьми это и скажи. Пришел когда. Загуляем. А Наташа говорит. Вы согласие на это давали. Меня как обожгло. Согласие. На что. Что. Если мой голос слышится. И что. Я отвечаю за свои слова перед Богом. Тем более я. Говорил этому человеку. Он специально послан из ГТРК. Как мне надо было взять интервью. По определенным вопросам. Ну и. Как бы я спрашивал. Или вот бывает. А я не давал согласия публиковать. Или ролик записываешь. Но. А я не хочу чтобы это было. Я этих вообще не понимаю. И в друзьях у меня. Они близких не будут никогда. За одно это слово. Я уже буду их опасаться. Я как то у сестры был. А там священники пришли. Беседовали. Открыто. И запись идет. Я не знаю. Может ты был. В Томске. Нет. Ну и в это время. Приходит ее сын. Старший. Сел только. А почему снимаете. А у мать. Мать тут стоит. Я еще. А я согласия этого не давал. Да кто тебя звал отсюда. Пришел на половину беседы. И теперь начинает. Ну зачем ты выставился то. Иди на кухню. Спрячься. Закройся с ситом. Решетом. Что тебя не видно было. Не узнали. Вуаль надел на лицо. Сразу успокоился. Сидит. Тогда. Уголовный розыск приехал. Мы стоим. На крыльце. В храме. А я. Не давал согласия. Я говорю. А кто вас спрашивает. Они привыкли с ними так и разговаривать. Вы сюда приехали. Стоите у нас. На храмовом крысе. И спрашиваете. Вы пришли с нами разбираться. Прошло. Тут другой начальник приехал. Тоже начальник уголовного розыска. А почему снимаете. Потому что нравится мне снимать. Я снимаю. Я не могу снимать где запрещено. А запрещено у тебя в кабинете. Когда допрашивают. А это я тебя могу снимать до самых дверей милиции. Я маленько законы изучал. Знаю. Вот. И поэтому мне. Что твой аватар. Или вот. Теперь пришлось мне спрашивать. Когда по скайпу беседуешь. Вы не против. Что она все записывается. Выставляется в интернет. Нет. Не против. А другой. Он говорит. Да я бы не хотел. Так. До свидания. Больше не звоните. Я сразу отвечаю. Он не успевает ни слова сказать. Начинает звонить. Писать. Я с трудом его. Зачем вы это сказали. А бывает так. Да нет. Я не против. Проходит день два. Я. Знаете. Мне так это. Вот надо убрать. И кто. Корреспондент. С телевидения. Звонил. Со мной разговаривал. Запись прошла. Проходит уже два года. И теперь. Он говорит. А мне это. Ну. Вроде. По профессии. Мешать будет. Как это мешать вам будет. Вы что считаете. Вы мне честь оказали. Вы на меня вышли. Во-первых. До вас таких тысячи. Как я одному сказал. Он приехал. Глава администрации. Он говорит. До нас глав администрации тысячи. А вы один. Ну. В общем то да. Я как то в редакции стал рассказывать. Как ехали с мэром города. Бавариным. Он так одорнулся. На меня. Это вы. В моем городе живете. В моем городе. А то не простой мэр был. В десятку лучших мэров России входил. Вы в аналы истории войдете. Вот такие слова. Мэр города. Мы едем вместе. Я то кто перед ним. Никто. А вот Господь так. Погорнул. Сделал. И я в редакции это сказал. Они говорят. То ли вы хвалитесь. Ну и почти. Это они ухвалятся вами. Что с вами встречались за руку и здоровались. Этих мэров то сколько. А выиграет один. Ну один это да. Вот так. То есть у меня есть свои. Как называют принципы. Правила по которым я работаю. Работаю. А бывает так. Принял. Человек. Фотография. А я проверяю теперь. Ну у меня немного там друзей. Четыре тысячи с чем-то. И я начинаю проверять. Зверюшка какая-то. Я их сразу выбрасываю. Проходит время. Просится. Я не знаю почему-то меня у вас в друзьях нету. Я говорю. Со зверями не дружу. А другой там. Альберт Айнштейнов ставил там. Хахамини там ставит. Еще. Но я их знаю кто они такие. Я с ними не дружу. Зачем мне это нужно. Я его мышь выливаю. И все. Один только был такой. Который начал стучать. Разузнал кто у нас администрация. Модератор. У нас 12 человек примерно. Которые участвуют. Поддерживают наши ресурсы. Спонсоры. Но все таки. Восемь тысяч сто пятьдесят роликов. Это не игрушка. Я спросил Алексея. Я говорю. Мне поступило сообщение. Что мы причислены к средствам массовой информации. СМИ. Я говорю. Сколько. Семь миллионов. Я говорю. Кажется. Пятьсот что ли. Четыреста. С чем-то тысяч. Посмотров. Семь тысяч шестьсот подписчиков. Это конечно. Вы влияете на многие умы. И средства массовой информации. Нужно ознакомиться с их правилами. Я ознакомился. Мы нигде не нарушаем. Никого не трогаем. Мы трогаем грех. Как с ним бороться. Я еще буду. С аватаром. С арматом. С арматом. Эти слова до того неприятные. У них еще понятно. Аватар. Что это такое. А. Ва. Тар. Везде буква. Место не может сдвинуться. Название. Три буквы. Это вообще. Горящая картошка во рту. Ну и я начинаю их чистить тогда. Один раз зашел. Пятьсот человек выкинул. Кажется. За раз. Столько человек. Которые изобрели. Там Валентина Пивень есть. Пивень. Это. Петухова. Она до того умница. Везде. И она у меня прошлась по друзьям. Вот это такой. Вы посмотрите. Это колдун. Это колдун. Кого вы друзья принимаете? Я. Нормальный. С бородкой сидит. Глаза смотрит. Я посмотрел. А правда. Мне где? Я вот тут же зашил эту яму. За хвостом в яму. Маленькое время проходит. Она. А вы вот этого взяли. Это такой хулитель он. Я посмотрел. Правда. Женщина. И она увидела то, что ни один мужчина мне не подсказал. Ну. Но я не могу. Смотреть его там. Кто он такой-то. Ну просится. Я ему скину наши данные на ресурсы. И проще. С человеком. Я говорю. Я не обижаю вас. Но мы можем быть и настоящими друзьями. Не виртуальными. Не туманными какими-то. Если дело так пойдет. Нам есть чем поделиться. Вы ко мне пришли. Вот. На нас заходят люди подписчики. Я не подписан ни на один канал. Не подписан. Мне. Я не нуждаюсь в этом. Такая у нас полнота. Вот. Некоторые у нас приходят. Ну это хорошо. Да. Это хорошо. Но я пятьдесят с лишним лет копил материал. И потом его выдал. Я могу сказать, что наш сайт супер сайт. Супер сайт. Такого нет. Но если есть, пусть скажут. Где одним голосом автором сайта пятьдесят книг насчитано. И каких? Двенадцать томов Златоуса. Двенадцать томов Жития Святых. Пять томов Добротолюбия. Четыре тома Григория Личенко. И Прима Серина. И Иоанна Кронштадтского. Святая Библия. Архидемат Булах. Где? Тяжеловесный. И форум. Тысячу шестьсот тем. Ну на форуме там бывает еще двое. Где-то я ссылаюсь, допустим, в Патриарх. Его выступления и прочее. Вот. Ну а ролики-то наши, они простые. Но они показывают, как жить. Я все время бью в одну точку. По деревне. Хорошо жить в деревне. Заброшено. Сколько? Двадцать одна тысяча, кажется, сел. По тысяче бы. В год восстанавливали. И уже бы другая температура была. Вчера с Терентьем-то проехал. Как он внимательно смотрит. Я говорю, попадают тут птички где-то. Ну да. Больше всего мыши. Мышей много. Как он знает это, видимо, когда уже пшеницу грузят. И видят. Видимо, попадают там на про это. Уже на таку, когда просматривают. Мне очень нравятся люди открытые. Я считаю, мы сошлись одинаковые. Почему? Не как старообрядцы. Все. Прящется. Муж получает пенсию. Живут. Живут нормально. И жена не знает, сколько он получает пенсии. Таится от нее. Вот это природное у них. Заскорозное. Заплесневое. Твердолобое. Как это? А за сколько ты купил вот это? А за сколько дом обошелся? Все. Прящен. Поехали мы. Шестобитов Геннадий Павлович. Пчеловод. Села Урывки. Тюменцевского района Алтайского края. Вот. Сегодня я открыл его. 27-го мы были. Ну вот. Сегодня седьмое. Получается так. Там, кажется, 27-го были. Вот. Еще не спросишь, сколько колодок. Где он все показывает. Где хранит. И все. Я зашел, грузит, продает у Игоря пшеницу. А почем? Да вот постолька-то. В другой день приехал. Игоря нету. Елеума. Он в десятом классе уже. Сидит там. Которая загородка от этой. Горох. Почем? Да 6,50 за килограмм. Горох. Уже все провеяны. 6,50. Какая же цена? Вырасти его. Представься, полное ведро я за 65 рублей купить могу. До 65 рублей. Три булки хлеба. Вырасти его. Ну, мы в магазине-то берем не по этой цене. А еще сколько у него? Я говорю, сколько в отходах идет на процентов? 5. Вон Андрей этот. Алеша, навозди в огромную кучу. Для птицы или куда, не знаю. Отверю. Что не спросишь? Таяться. А вот которые открыты, так мы просто открыты. И все. Еще не спрошу. Серентия, Игоря. Никогда ничего не скроет. И я от них не скрываю. А что я буду скрывать? Я этим и интересен. То, что все открыто. А почему? Я не знаю, что будет на пользу. Иногда совсем незначительное бывает. А человека это трогает. Я вот сидю в одной камере с одним. И он... Ну, не один был, но мы трое были в камере-то. Даже четверо. И один обратился, покаялся. Редкин Владимир Прокопевич. Кажется, Сбийска. Город. Залтай. И нас заметили. Мы вместе молимся, на колени становимся. И нас сразу отсадили со второго этажа в подвальное помещение. Это считается плохо. А нам то, что надо. Мы молимся, поем. Я ему... А у него такой животик. Такой вот. Зам директора был. Все. За неделю или полторы недели прошло, у него ничего нет. Он не ел. Я вот так вот, когда подадут. А там глазок в двери. Карпушку-то подадут. А вот на одну чашку-то поставил, чтобы чашка всегда была. Не сдал. А там кто ей считать будет. И он эту чашку с кашечем сунет. А стол двойной вот так вот прикован. И тут полочка. И туда. А пустую чашку возьмут. А они в окно смотрят. В глазок-то. А еще нет, не ест. А потом отец Игнатий. Да простит меня Господь. Подойдет, когда там и не смотрят. И в туалет. Пускай рыбки едят. Я его, вы знаете. Мы потеряем. Все рассказываю ему. Он удивляется. Ну и ему это все интересно. Я сказал ребятишкам набрать по полной кружке малины. Молока мы достали уже на разъезде. И с молоком будет. Они подошли и говорят, а вот такой-то мальчик он не берет в кружку, а только ест. Я говорю, ладно. А он перешел через это. Там малина разделяется кленом. Кленовый как лесополоса. Небольшая. Я туда зашел. Он вот так вот малининку оторвет. Святый Боже. Святый крепкий. Святый бессмертный. Помилуй нас. Я скажу. Я потихоньку опять нашу кустами отполз. И говорю, не трогайте. Он берет. Я ему этому Володе-то рассказал про это. Но я еще больше не говорил-то. Его это так тронуло. Я даже представить не могу. Он где-то полотенца у тебя нету. Ни одного, да? Нету. Вот. А он вот так вот ходит. Прикованная скамейка. Он по скамейке-то госяком ходит. А если, кстати, это ребенок поет Святые Божии. А у меня у меня дочери. Они такие зные. Все время дерутся между собой. А мы-то приедем где-то там. Ночуем. Одного барана зарежем. Сидим. Так. А второй привязанный стоит рядом. Простой вопрос. Как дети отдыхают. А его до слез. Он сидит и ходит. И только слезы утирает. Мы не знаем, через что Господь трудит человека. Поэтому я выставляю все, что у меня есть. Я сказал об аватарах веках. А другой говорит, а я никогда не знал, не задумывался. Все. Я говорю, теперь тоже так буду делать. Вот мы говорим, за столом сидит человек. За край стола не заваливается под зонодком. Вот так вот. А вот, чтобы ест и ест. Вот на таком расстоянии. Вот. Скамейка. Ну я, допустим, на скамейке поселкнул. Здесь кусочек хлеба. Поставил. Принес. На чашку не лезьте. Этому учить надо. А не учить это вот обхакалу. Щушка. Ресторанная. И дальше кистей в камень не касаться стола. Написано, следить об обращении на столб. И от тысячи людей научил в этом. А люди не знают. Не знают, значит все. Все пока на сегодня. Поехали.